Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим об экологических параллелях социокультурной эволюции. Сама идея того, что эволюция культуры происходит параллельно с эволюцией природы, очень свеженькая. Она появилась в XX веке, когда принцип глобального эволюционизма, можно сказать, собой опутал все человеческие представления обо всём. Так называемый глобальный эволюционизм полностью вписан в наше современное понимание мира. В XX веке наука потеряла четкую грань между биологическими и социокультурными проявлениями человека. Например, из этологии следует, что инстинктивное поведение, а именно инстинкт агрессии, который является основным в природе, свойственен и человеку тоже. И у него агрессия является основным побудительным мотивом отношений. Дальше. Психоанализ открыл бессознательное, и стало ясно, что и в культуре проявляются бессознательные мотивы. Поэтому вот эта дарвиновская идея линейной эволюции, которая казалась таким очевидным фактом, когда два вида борются между собой, один из них проигрывает, а другой, так сказать, остаётся на поверхности, она современным глобальным эволюционизмом не признаётся. И эволюция – это не линейный процесс, это процесс сложного взаимодействия, в котором есть и позитивные, и негативные моменты. Значит, как пишет современный биолог Марков, он пишет, что блочная сборка, информационная обменка, операция симбиоз – вот на чём, как мы теперь видим, основывается развитие жизни, самых первых её шагов на Земле. Как это не похоже на старые представления о всеобщей безжалостной борьбе и изолированном в одиноком существовании каждого вида? Значит, из этой концепции, современной, складывается такое ещё неясное поле, неясное поле очертания. Но, по крайней мере, понятно, что эволюция, в частности, их процесс случайный, но в целом она закономерна. И вот эта вот сама идея, что эволюция имеет начало, имеет середину, имеет какую-то цель – это такая новая вещь для современного понимания мира. На этом рисунке мы видим, что существует три базовых признака эволюции, три самых главных современных признака экологической и биологической эволюции. Это направленность от простого к сложному. Хотя на Земле живут примитивные виды, какие-нибудь одноклеточные или какие-нибудь примитивные многоклеточные, но в целом процесс эволюции – это усложнение. И примитивные формы, хотя и остаются, но они не занимают такого высокого положения в сообществах и явно доминируют более высокоорганизованные формы. Второй признак – рост устойчивости и приспособленности живых систем. Но если говорить, так сказать, прямым текстом, сейчас на Земле живут самые приспособленные, те, которые смогли выдержать неустанную конкурентную борьбу в течение почти 4 миллиардов лет. Это виды из видов, формы из форм, супер, самые супер, так сказать, продвинутые существа. Третий признак эволюции – рост эффективности и безотходности глобальных биогеохимических круговоротов. О биогеохимических круговоротах ещё в начале XX века писал Вернадский. Он, собственно, создал эту идею того, что лик Земли определяется живыми существами, которые вращают эти круговороты. Уровни обмена, потребления и выбрасывания вещества и определяют, собственно говоря, все химические циклы, которые происходят на Земле. Из вот этих трёх концептов биологической эволюции следует, что эволюция жизни становится всё менее хаотичным процессом. Это первое. И это становится всё более ясным, что это закономерный и направляемый процесс. О том, кто его направляет, это очень сложный вопрос. Для верующего человека это направляет Бог, для неверующего человека существуют механизмы, гармоничные механизмы усложнения и гармонизации, которые также точно управляют этот процесс. Таким образом, эволюция настраивает биосферу к тому, чтобы все процессы в ней протекали как можно более сбалансировано и с как можно меньшими потерями. Вот квинтэссенция вот этих трёх основных идей, трёх основных эволюционных идей, которые, собственно говоря, определяют современную картину эволюции. Так что дарвинизм полностью ушёл в прошлое. Никакой линейности, никакой непосредственной конкурентности, в результате которой кто-то один выживает, а кто-то один исчезает. Всё гораздо сложнее. На самом деле эволюция – это результат взаимного приспособления. Приспосабливаются гены, клетки, организмы, в результате чего рождаются новые сложности. Например, приспособление генов и молекул ДНК внутри клетки привело к тому, что возникла клетка, как сложное образование с ядром. Взаимодействие разных клеток привело к многоклеточности, которая дальше начала в результате эволюции создавать всё более сложные организмы. Появление огромного разнообразия на Земле привело к тому, что возникли экосистемы разного типа. Сначала в океане, потом на суше, потом они вышли и даже в высокие слои атмосферы и так далее. Вот этот же механизм взаимного приспособления, взаимной адаптации проявляется и в человеческом обществе. На Земле человек как вид, хомо сапиенс, появился из очень маленькой популяции. По современным подсчетам гипотезы Евы, человеческая популяция появилась в Восточной Африке, и этих первых хомо сапиенсов было не более тысячи. Сейчас на Земле живет почти 8 миллиардов. Так вот, из тысячи возникли 8 миллиардов. За счет чего? За счет того, что вот эта вот система работала по принципу усложнения в соответствии с теми тремя принципами, о которых я вам только что рассказала. Таким образом, из вот этой самой первоначальной группы людей образовались роды, которые объединились в племена. Затем эти племена объединились в народности, народности в нации. И сейчас идет глобальное объединение человека в человечество. Образуется глобальное единство. Впервые за всю историю человечества оно возникает. Этим стадиям соответствует и эволюция тех условий жизни, в которых все это развивалось. А именно, от изначальной оболочки Земли, которую, так сказать, основатель этой идеи Зюс назвал геосферой. Геосфера – это гидросфера, литосфера и атмосфера. Вот на основе этой неживой природы, сферной, образовалась биосфера, сфера жизни. Следующий этап перехода – образование ноосферы, сферы разума. И, возможно, существует четвертый этап – образование духовной сферы, информационно-энергийной сферы, которую можно назвать пневматосферой. Но это гипотеза, между прочим, гипотеза русских религиозных философов. О ней поговорим немножечко погодя. Эволюция биосферы образует стержневую линию развития, которая и называется эволюцией. Но как во всякой вот этой самой тенденции существуют отклонения. Например, в природе возникли живые существа, живые существа, которые не живут сами по себе, а живут за счет других. Такие живые существа называются паразитами, и они представляют собой деградированные живые системы. Они лишены большинства внутренних систем, например, черви. У них остается только пищеварительная система, которая живет за счет сасывания, система размножения. Нет никаких органов, чувств, ничего нет. Маленькая нервная система и, так сказать, жизнь за счет другого. Значит, таким образом, вот эта вот тенденция паразитической инволюции присутствует, в принципе, и в культуре тоже. Культуры могут развиваться и эволюционно, наращивая свои сложности, и инволюционно, а именно снижая разнообразие, деградируя и разрушая эффективные циклы существования. Вот о том, как это происходит, мы сейчас и поговорим, собственно. Потому что современное человечество представляет собой как раз такую деградирующую инволюционную культурную систему. Как это ни звучит парадоксально, на фоне нашего бесконечного технического вооружения в духовном смысле и в духовно-культурном смысле мы становимся инволюционной системой. Значит, как вот эти три признака эволюции проявляются в культурной системе человечества? Первое. Закону роста видового разнообразия в природе соответствует закон роста социального и культурного разнообразия вида homo sapiens. С возникновением человека, возраст которого теперь уже превышает по современным подсчетам 200 тысяч лет, а его предки имеют возрастную историю миллионолетий, какой-нибудь первый человек, homo ludens, имеет историю уже 5-миллионолетнюю, и все это люди, потому что они создавали орудия. К роду homo относятся все, кто создавал орудия. И вот эти самые изначальные орудия затем в процессе культурной эволюции преображались. Культурная система развивается по тому же биологическому закону, а именно она растет, усложняется, производя все новые формы. Ну, это понятно. Значит, первый человек, что он изобрел? Он изобрел каменный нож, каменный топор и каменную стрелу. Вот три вида орудий, которые модифицируют, живут до сих пор. Каменный топор превратился в сложные механические системы, каменная стрела превратилась в ракеты, которые выходят за рамки космоса. Но принципы остались. То есть вот эти изначальные примитивные принципы закрепляются в культуре, все усложняясь и усложняясь. Значит, в процессе увеличения разнообразия сталкиваются противоположные тенденции, а именно социальности и агрессивности. Агрессивность свойственна человеку как виду, он ее наследует из природы, потому что агрессия – это основной механизм жизни природы, который определяет ее лицо. Но человек живет в обществе, он социальное существо, значит, он должен уметь давить свою агрессивность. Следующие две тенденции. Дифференциации, то есть разделение. Сейчас я вам покажу, как это происходило для народов. Дифференциация. И с другой стороны – интеграции. С одной стороны, все живут маленькими группами, а с другой стороны – определяются в нации и даже в глобальную систему человечества. Так, значит, культуры, возникающие как идентификации групп, отражают вот эту динамику взаимодействия. А именно, с одной стороны, в процессе эволюции культурное разнообразие растет за счет умножения этнических культур. По подсчетам, к началу XX века на Земле люди говорили примерно на пяти тысячах языках. То есть пять тысяч разнообразных групп возникло на Земле. Возникает вопрос – зачем их так много? На этот вопрос отвечает наш современный культуролог Флиер, который говорит, если возникновение различных человеческих рас было обусловлено репродуктивной изоляцией отдельных территориальных коллективов людей, то культурное многообразие было обусловлено уже их коммуникативной изоляцией. То есть расы земные, а именно белое, желтое и черное, возникли потому, что люди селились группами и не размножались, не репродуктивно, не сцеплены друг с другом. Каждая жила на своей территории, происходил отбор, и возникли четыре направления развития – белое, черное и желтое. Культуры не могут жить абсолютно изолированы, и здесь действует двойной механизм. Значит, механизм чистоты культуры действовал по расовому принципу, а именно, люди жили группами, и поэтому всё, что приходило извне, казалось им чужеродным, чужим, от чего надо было открещиваться, условно говоря. Чужак не был своим, и вот этот механизм разделения своих и чужих действовал в культуре с самого начала их возникновения. Манеры, язык, свойства коммуникации своей группы были благородными, а пришедшие со стороны грязным, неблагородным – тот, чего надо было открещиваться. Таким образом, росла сплочённость групп, и группы развивались в дивергирующих направлениях. То есть так возникали локальные культуры, которые жили свою жизнью. В них рождался свой язык, в них рождался свои тереотипы общения, свой тип семьи, свои боги, условно говоря. В общем, свой культурный феномен. Это каждая группа рождала. Причём здесь, так же, как в биосфере, возникали конкурентные механизмы, а именно группы конкурировали за территорию, и происходил культурный отбор. Группы-победители становились доминирующими, и тех, кого они завоевали, они подчиняли своей культуре. И вот этот механизм племенного образования действует всегда. Современные тенденции глобализации имеют тот же племенной характер. Развитая культура, а именно западная культура, пытается подчинить культуры от неё зависимые, технологически более слабые. То есть этот биологический механизм мы прослеживаем везде-везде. Но в то же время в культурах происходило то, что на языке биологии называется ароморфозом, то есть скачки в развитии. Но, например, переход в биологии, переход к млекопитающим не имеет никаких промежуточных форм. Вот не было млекопитающих, и потом появились млекопитающие, которые выкармливали своих детёнышей молоком. Ну, там они были более высокими, более низкими, а именно сумчатые и плацентарные, но неважно. Они появились сразу, и никаких, условно говоря, питающихся каким-то промежуточным веществом не существует. Точно так же существуют культурные ароморфозы, то есть такие скачки, которые приводят к появлению принципиально новых типов культурных общежитий, культурных орудий и так далее. Ну, например, я вам уже говорила о том, что появился каменный нож, он появился полтора миллиона лет назад у человека прямоходящего. Но ведь ножи до сих пор сохраняются. Другое дело, что они стали металлическими. Но это всё равно тот же нож. То есть орудие появилось давно, оно модифицируется, но сохраняется в культуре. Точно так же ведут себя духовные отрасли культуры. Изначально первой отраслью духовной культуры была мистика. Мистика – это неосознанная, слегка осознаваемая положение человека в обществе природы. То есть вот этот первый человек пытался, с одной стороны, выделиться как-то в природе, потому что он понимал, что он не совсем такой, как все. А с другой стороны, он жил по её законам. И вот этот самый первый человек создал мистику, отрасль культуры, из которой потом всё возникло. Нерасчленённая, сама себя не очень осознающая, но в то же время создающая артефакты. У первого человека были бусины, были каменные идолы и были какие-то формы ритуального поведения, возможно, которые первоначально сохранялись. Они сейчас есть у некоторых народов, которые живут изолированно, например, в Полинезии. У так называемых первобытных народов, которые открещиваются от современной цивилизации, никого на свои острова не пускают и хотят жить так, как они жили уже, можно сказать, сотни тысяч лет тому назад. То есть вот так они себя сохраняют. Из мистики возникло искусство, сначала как наскальная живопись, затем появилась мифология, как попытка объединения племен и создания неких общих символов, богов, которым они все вместе поклоняются. Из мифологии родилась философия, из философии на основе ее абстрактного аппарата родилась религия, из религии, из синтеза религии и философии родилась наука, и в конце концов родилась идеология в черном теле, в котором мы сейчас все и живем. Наши мозги обрабатываются не философами, не учеными, исключительно идеологами, которые прессуют нас по всем линиям. Так что теперь мы живем в абсолютном поле идеологии, которое берет на себя все, что было наработано, умно пользуется, встраивает в свое тело и обрабатывает наши мозги. Значит, таким образом в эволюционной динамике культуры присутствуют те же самые атрибуты, а именно высшее раздается из низшего, в результате чего рождается новая сложность. Не важно, как она рождается, в результате бессознательных мотивов, в результате сознательного знания, в результате воспитания, обучения и так далее. Но мы всегда обнаружим одну и ту же линию. Из низшего раздается высшее, которое начинает жить по своим законам. И из вот этого более высокого рождается еще более высокое, которое тоже начинает жить по своим законам. современный культуролог и биолог, который, собственно, создал эту концепцию роста культурного разнообразия, Лоренц, пишет так, что и в природе, и в культуре мы обнаруживаем одно и то же отношение основанности на низшем, об условленности этим низшим, и в то же время самостоятельно высшего и его своеобразие собственной закономерности. Каждая веточка, каждый вид растет на свой страх и риск, в своем собственном направлении. И точно так же ведет себя каждая отдельная культура. Каждая отдельная культура – это веточка на культурном древе человечества. Тот же самый образ, что в биологии. Эволюция видов – это такое древо. То же самое мы видим в культурной эволюции. Это тоже древо. Что касается самого понятия биоразнообразия как таковое, что можно о нем сказать? Современная экология выделяет три уровня разнообразия. А именно разнообразие генотипов, разнообразие видов и разнообразие экосистем. С точки зрения экологии, хотя они в самостоятельные уровни, но они между собой взаимодействуют. А именно, генетическое разнообразие способствует возникновению разнообразия видов, разнообразие видов способствует возникновению различных экосистем. И обратная динамика тоже. Сложные экосистемы способствуют возникновению видового разнообразия и генетического разнообразия. То есть эта лесенка работает как вверх, так и вниз. Такую же картинку мы видим и в культуре. А именно, существует культурное разнообразие отдельных личностей. Один человек культурный, другой бескультурный. Это, так сказать, его индивидуальное культурное разнообразие. Люди объединяются в сообщества, образуя этносы. Так возникает этническое разнообразие. Этническое разнообразие формирует цивилизации, которые являются аналогом экосистемного разнообразия. Есть культура Востока, Дальнего Востока, есть культура Запада. Они очень сильно различаются. Ну как различаются экосистемы Заполярья и экосистемы Тропической Африки. Это совершенно разные культурные системы. Так, значит, ну как и в природе, в культуре возникает обратный механизм упрощения. И вот этот механизм действует по той же цепочке. Упрощение индивидуальное ведет к упрощению этническому. Этническое упрощение ведет к цивилизационному упрощению. То есть если на планете Земля появляется однообразный тип людей, а именно массовый тип, одномерный человек и так далее, то вся вот эта система уровневая начинает упрощаться. Возникают примитивные этнические образования и возникает то, что выдающийся наш социолог назвал глобальным человейником. То есть вместо глобальной культурной системы возникает глобальный человейник. Границы между культурами размываются под действием вот этой системы глобального взаимодействия, и отбор теряет свое творческое действие. Культурный отбор живет так же, как естественный отбор, и он теряет свой творческий потенциал. Современный человек как бы не из кого выбирать. Все похожи друг на друга. И возникает нарушение, инволюционное нарушение нормального протекания культурного восхождения. Тут же Лоренц пишет, что в природе действуют одновременно две цели, а именно приобретение капитала энергии и сокровища знания. В процессе жизни природы, он, между прочим, первым это записал, это гениальное открытие, два механизма всегда действовали. Все возникающие виды обладают способностью получать большую информацию. Развитие нервной системы – это процесс, который никогда не нарушается. Никогда не было деградации нервной системы в биологической эволюции. Все, что возникало, было в нервном смысле лучше устроено. Это называется законом цифализации. То есть этот механизм действовал очень жестко. Ну и второй механизм – накопление энергии – тоже действовал. Возникающие новые виды, новые системы старались жить, упрощая свои энергетические отношения. То есть как можно больше энергии, оставляя в себе. Ну это вообще нормальный способ жизни любой системы. Надо приспособить свою внутренность так, чтобы энергия, которую ты получил, раскодывалась как можно более эффективно. Вот так они жили, эти самые усложняющиеся экосистемы. И то же самое мы видим в человеческом обществе. Культурная эволюция вела к тому, что в человеческих обществах нарастала информация, нарастало сокровище знания, и в то же время люди учились как можно более эффективно использовать энергию. Аналог вот этого взрывного увеличения количества высокоорганизованных формы видов в биосфере мы видим и в современной социокультурной системе. Человечество все интенсивно использует различные источники энергии, но при этом резко снижаются культурные элементы системы. То есть человечество впервые нарушило этот баланс, причем катастрофически. Если в природе сначала был скачок, условно говоря, информативный скачок, образовалась новая какая-то организация, она теряла разнообразие для того, чтобы сбалансировать себя. Возникла клетка, сначала их в океане возникло много-много, а потом, когда они объединились в многоклеточную систему. Часть из них потеряла свою функцию, стала выполнять какую-то одну и ту же работу. То есть они перестали быть широким функциональным целым, а стали выполнять только определенные специфические работы. Такая же специализация возникает и в человеческом обществе. Чем больше скачок информационный, тем сильнее возникающая специализация. Так, но, как пишет Лоренц, человечество не может отказаться от того, к чему направлена эволюция, а именно от того, что должна возникнуть духовная жизнь как новый вид жизни на планете Земля. То есть человек – промежуточное звено между тем хомо-сапиенсом, который жил в природе, и между каким-то новым хомо, который, может быть, будет не сапиенсом, который способен к духовной жизни. Мы – промежуточное звено. И вот как-то свою человеческую наглость надо немножко ограничить, понимая, что вот на этой лестнице эволюции, культурной эволюции, мы – только промежуточные формы, немножко застрявшие на этом уровне, теряющие, наработанные в процессе культурной эволюции предыдущими поколениями. Но все-таки мы находимся в точке перехода вот этого самого аромарфортного скачка, который должен произойти в какое-то ближайшее время. Экология нам подсказывает, что времени нет у человечества. Те процессы, которые сейчас идут в биосфере Земля, а именно разрушение и загрязнение ее, снижение разнообразия, они не дают человечеству многого времени. Времени мало. Фактически XXI век, и все. Так, второй признак эволюции – рост устойчивости систем проявляется в человеческом культурном поле как сохранение аборигенных сообществ. Я вам уже сказала, что, например, в Полинезии на островах существуют группы, которые не хотят приобщаться к современным трендам развития техники. Они живут как охотники и собиратели на этих островах, стараются не общаться, так сказать, изгоняют пришельцев. Более того, их сохраняют примерно как виды в зоопарках, то есть не подпуская к ним ни туристов, никого. Они имеют право на ту жизнь, какую хотят жить. То есть человек законсервировал некоторые формы предыдущих социумов, которые, возможно, вот этому самому быстро эволюционирующему человечеству в какой-то новый момент истории воспользоваться их опытом. Чем больше типов людей на планете Земля, чем больше разных сообществ, чем больше разных культур, тем больше шансов выжить. И от этого механизма никуда не деться. Он действует как в биосфере, так и в этой современной сфере, которую можно назвать ноосферой или пневмотосферой. В общем, этот механизм действует абсолютно. Современные тенденции глобализации – ну вот насколько я смогла сгруппировать разные тренды на эту тему – происходит на таких уровнях. Первый уровень – информационная революция, которая перемещает культуру на новый уровень рациональности, когда все сложные процессы переводятся в простые численные отношения. И культура перебирается из залов, музеев и книг в пространство электронной информации. Причем естественные предметные сигналы, а именно звуки, цвет и текст, заменяются цифровыми аналогами. Ну как в свете того, что я вам только что рассказала, это явная дегенерация, когда множество феноменов сводятся к одному. Второе направление – это коммуникационная революция, которая изменяет качество коммуникаций. человечество обезмолвливается, она переходит из языковой коммуникации к сетевой коммуникации. И при этом затруднено формирование личностной идентичности. Сетевая коммуникация разрушает структуру становления личности. Вот я это уже отлично, как преподаватель, вижу. Родилось поколение, которое, как я для себя называю, это люди в футляре. Причем этот футляр очень своеобразный. С одной стороны, у этого поколения нарушается коммуникация с социумом, а с другой стороны, нарушается коммуникация со своим внутренним духовным ядром. Это люди поверхностной коммуникации. Вот такие блоки поверхностной коммуникации. И что им подсказать, этим моим внукам, которые входят в эту систему поверхностной коммуникации? Я пытаюсь что-то говорить на лекциях, на семинарах. Мы же сейчас говорим на разных языках. Мы люди из разных планет. Я с Венеры, они с Марса. И у нас вообще затруднена коммуникация. Но это очень важная вещь, и каждый человек сам для себя должен понимать, кто он такой. И что в нем нарушается. Так, третий фактор – это виртуализация коммуникации. Привела к тому, что современные средства коммуникации, именно масс-медиа, становятся не средствами, а центрами, которые формируют культуру, мировоззрение, которые вообще все формируют и как бы выбрасывают в мир. Кто они такие, о них сложно сказать. Обладают ли они тем самым уровнем разнообразия, которое необходимо для того, чтобы это формировать? На самом деле большой вопрос. Говорят, что это они подстраиваются под среднего человека. На самом деле они создают этого среднего человека. Это сложный взаимообратный процесс, который, так сказать, усреднение формирует усредненность, а усредненность еще более усредняет среднее. И вот этот процесс взаимного туда-сюда, он работает. Значит, культурная глобализация происходит как? На каких уровнях? А именно, первое, родился общий язык коммуникации. Это английский язык. Второе, развелось средство взаимодействия, а именно международный туризм. Третье, возникло глобальное образование. Потому что основные программы, которыми мы сейчас пользуемся, это программы, созданные в западной культуре. И они их выбросили в Россию, Китай, в Юго-Восточную Азию, в Южную Америку и так далее. Значит, рост контактов в целом – это контакты в области науки, в области экспертов и так далее. Современные средства массовой информации стали глобальными, как я уже об этом говорила. Унифицированы культурные стандарты – кино, музыка, шоу-бизнес, дизайн и так далее. Из продвинутых стран в туземные приходят голливудские фильмы, Макдональдс и так далее. Поэтому Макдональдс, как такое проявление в самой распространенной сфере усреднение пищевых приоритетов народов, это такой пищевой символ современной глобализации, который решает человека самого глубинного, а именно вкуса национальной еды и вкуса национальной красоты. Вот такой современный символ унификации. Так, третий признак, о котором мы с вами говорили, когда говорили о биосфере, это рост эффективности и безотходности биогеохимических круговоротов. Надо сказать, что вот этот пункт человечества нарушает с самого начала своего, так сказать, появления на планете Земля. Значит, революционные моменты, технические революционные моменты в истории человеческой цивилизации тут же порождали экологические кризисы. А именно, человек усовершенствовал о роде охоты, стал очень эффективным охотником, и первое, что он произвел, это первый экокризис, так называемый кризис консументов. Он отстрелял крупных наземных животных. Исчезло огромное количество видов, которые формировали ландшафты, дочеловеческие ландшафты. Человек их отстрелял. Дальше он создал земледелие. Десять тысяч лет назад, создавая земледелие, человек создал второй экологический кризис. Это кризис разрушения биосферы. А именно, для того, чтобы создавать пахотные земли, люди поджигали леса. Надо сказать, что леса покрывали более 80% территории суши. Лес – это последняя стадия эволюции экосистем, самое устойчивое сообщество, которое жить может бесконечно долго. Людям нужны были не леса, людям нужны были голые территории, для того, чтобы их пахать и сожжать на них культурные растения. Так возник второй кризис, кризис продуцентов, когда началось уничтожение растений на планете Земля. Из 80% лесов на Земле сохранилось около 20%. То есть вот эти самые 80% уже уничтожены. Так, третий кризис, третий кризис, тоже связан с технологическим скачком, появление капитализма, промышленного производства в XVII-XVIII веке, привело к тому, что в конечном счете, что возник кризис редуцентов или кризис загрязнений. Этот кризис заканчивается, не заканчивается никогда, он объединяется с двумя предыдущими и возникает феномен, который в конце XX века был назван глобальным экологическим кризисом. В нем мы сейчас и живем. И с ним мы и должны справиться. То есть вот это вот, скажем так, с одной стороны, культурный рост человечества, а с другой стороны, энергетическая деградация привели вот к такому несоответствию, которое должно решить наше время. Еще одна аналогия с биологическими закономерностями. Существуют в биологии две стратегии выживания. Так называемая К-стратегия или интенсивная стратегия, направленная на повышение выживаемости немногочисленного потомства в результате сложных форм поведения. И эта стратегия способствует стабилизации численности. Вторая экстенсивная или R-стратегия в биологии настроена на то, чтобы выживание шло за счет плодовитости, половозрелости, короткого жизненного цикла, расселения и так далее. Современное человечество разделилось на два, на две жизненные стратегии. Стратегия развитых стран – это стратегия выживания за счет технологий. Это цивилизации Запада. И вторая стратегия за счет выживания с помощью размножения. Это стратегия отсталых стран, за счет которых идет основной прирост численности населения Земли. В природе эти стратегии очень редко встречаются в чистом виде. Как правило, они накладываются одно на другую, создавая промежуточные варианты. У человека тоже, вероятно, вот эти стратегии выживания должны принять какую-то промежуточную форму, чтобы не происходило такого фантастического прирастания численности населения. Люди должны найти какой-то выход из этой системы. Что еще я тут хотела сказать? Коэволюционные стратегии, о которых я говорила в начале своей лекции, блочные сборки, информационного обмена, кооперация симбиоза в природе уравновешивают конкуренцию и агрессию. Но эти же биологические стратегии проявляются в человечестве как социокультурные стратегии. Например, производительные силы общества на каждом этапе – это такие же блоки, на которых строится экономическая система общества. Социокультурный информационный обмен – это одновременный способ глобализации и способ выживания человечества как целого. Международное разделение труда и товара обмен – это аналоги кооперации и симбиоза. Поэтому социокультурная система человека – это такой же поиск гармонии как природная система. Значит, что ещё я хотела сказать? Что человечество подошло к такому этапу, когда главная тема, которую надо решить, а именно как сочетается объединение человечества с законом культурного разнообразия, с законом роста культурного разнообразия. Как мы будем развиваться дальше? Пойдёт ли эта глобализация так, как она идёт сейчас, под давлением, явным давлением одной цивилизации, или будут учитываться все культурные типы человечества? Они смогут образовать симбиоз, и эта глобализация будет проходить ненасильственно. Таким образом, насилие или ненасилие? Как пойдёт дальше этот процесс? Но у меня нет ответа на этот вопрос. На самом деле экологическая ситуация требует от людей культурного объединения. И объединения непримитивного, когда один подавляет, а другой, так сказать, становится вассалом. Это объединение должно быть равноценным. Современное человечество, ещё раз повторяю, находится в стадии разлома. мы достигли низшего положения культуры, когда родился массовый одномерный человек, когда этот человек полностью отказался от жизни духа, который жил на протяжении всей истории человечества. Все стадии духовной эволюции человека, начиная от мистики и заканчивая наукой, были стадиями духовного восхождения человека. современный человек застыл, он никуда не движется. И в этом смысле возникает проблема, а что будет дальше? И вот эту проблему столкновения прошлого с будущим решала, между прочим, наша русская религиозная философия. Я вам уже сказала, что идея биосферы это вообще русская идея, несмотря на то, что слово биосферы придумал австрийский геолог Зюс, учение о биосфере создал наш отечественный космист Владимир Иванович Вернадский. Так вот, значит, Вернадский считал, что биосфера это сложная система, в которой все отлажено бесконечности, что биосфера это вечный двигатель, который нельзя ничем заменить. Это подтверждается, действительно, стало ясно, что вся попытка создать техносферу, вторую природу, они натыкаются на то, что мы не можем создать технологиями такие способы подгонки одних процессов к другим, какие создала биосфера за 4 миллиарда лет своего существования. Нашей разумности на это не хватает. Значит, мы можем остаться жить, выжить только в биосфере. Это первый пункт. Второй пункт. А что будет дальше? Значит, первый вариант того, что будет, предложил французский католический мыслитель, одновременно антрополог и биолог Пьерто Ярде-Шарден. Он предложил концепцию ноосферы или сферы разума. Он считал, что в процессе эволюции планеты Земля человечество станет таким разумным, что создаст, условно говоря, лишиться тел и создат вокруг планеты Земля разумную оболочку. Ну, трудно себе представить, что это за утопическая такая модель, что это, как это мы лишимся тел. Но на самом деле тут подсказку дает религия буддизма. Буддизм считает, что все человеческие, все существа уходят в некую недвойственность. То есть человек живет, 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 доходит до определенного уровня эволюционного продвижения и дальше он растворяется. Он уходит в единое, который Теярде-Шарден назвал ноосферой, и затем все эти отдельные сознания соединяются в точку омега, которая и есть Бог. То есть он попытался соединить западный католицизм с восточным буддизмом. Вот такая он написал отличную книжку на эту тему «Феномен человека». Можно ее почитать, она очень интересная, я всем ее советую. Но вообще, чтобы понимать, куда мы идем, надо читать классиков. Вот Теярде-Шарден такой классик. Но в русской религиозной философии была еще одна концепция. ее создал Павел Флоренский, и она называлась пневмотосферой. Она не стала такой популярной, как понятие ноосферы, ну как бы не прижилась, просто потому, что она от нас исходила, а то шло от Запада. И вот в чем заключалась идея Флоренского. Идея Флоренского заключалась в том, что одухотворенный человек воздействует своим духом на природу. Значит, особая часть биосферы находится всегда под духовным влиянием человечества. Она вовлекается в круговорот культуры, а значит, в круговорот духа. Он ссылается на античного философа Ксенократа, который писал, что душа различает вещи между собой тем, что налагает на каждую из них форму отпечаток. То есть душа свой отпечаток на все откладывает. Но был также еще христианин Григорий Низкий, который развил теорию сфрагедации, который считал, что человек отпечатывает душу на теле. И даже если они будут рассеяны, потом они находят друг друга и соединяются. То есть такая печать души присутствует всегда и везде. Так вот, согласно концепции Флоренского, можно признать, что существует более высокая стадия развития биосферы пневмотосфера. И эта пневмотосфера создается трудом каждого отдельного человека, который духовным продвижением своим внутренним по лестнице духа формирует вот эту оболочку Земли, которую я сама для себя назвала информационно-энергетической. Ну, откуда у меня делась наглость применять такие слова? На самом деле идея энергийности человека идет из православного исихазма. в Древней Византии в момент зарождения православия появилось духовное направление монашеское, которое считало, что человек может восходить по лестнице духа, и эта лестница имеет энергетическую природу. Условно говоря, человек переменяет свой дух, соединяясь с божественными энергиями. И вот эта лестница духа приводит его в конце концов к фаворскому свету и к предстоянию перед ликом Господа. Вот эта идея восхождения как слияния с божественными энергиями, она присутствует в идее Флоренского, потому что он был православным религиозным философом. И это иными словами пневмотосфера имеет две особенности. Она создается энергиями человека, которые должны быть духовными, чтобы туда проникать, и она создается трудом человека, и даже правильнее сказать соработничеством, как об этом писал апостол Павел, соработничеством с Богом. И вот эта идея соработничества и перемены энергии, способности человека к перемене энергии, и создает систему, которую можно назвать пневмотосферой. Так, значит, какая аналогия существует между биосферой и пневмотосферой? Значит, в пневмотосфере, как считает Ясперс, например, но он писал не о пневмотосфере, а о культуре, есть так называемое осевое время. Это время примерно 2500-2700 лет назад, когда произошел взрыв культурного разнообразия в разных цивилизациях на планете Земля, одновременно сразу во всех. Вот этот самый взрыв осевого времени можно зафиксировать и в биосфере. Два миллиарда лет назад концентрация кислорода в атмосфере Земли стала достаточной для появления кислород дышащих организмов, аэробных организмов, для которых кислород уже был не ядом, а, скажем так, агентом окислительного фосфорилирования. Несколько позже в Кембрии произошел еще один взрывной рост разнообразия, когда жизнь, когда образовалось огромное количество видов сначала в океане, а потом эти виды вышли на сушу. Третий взрыв можно считать взрывом, который произошел в кайнозойскую эпоху, когда большая часть видов земли была заменена на более высоко организованным. Возникли цветковые растения, а вместе с ними птицы и млекопитающие. То есть внутри явных, иногда биологи говорят о других промежуточных взрывах разнообразия. То же самое мы видим в пневмотосфере. С очевидностью отмечается осевой взрыв и также взрыв, который был связан с эпохой Возрождения. Тоже явный культурный взрыв. Что здесь еще можно сказать про пневмотосферу? Есть аналогия. В экологии есть такое понятие экологическая ниша. Экологическая ниша – это место, вида в системе экосистемных взаимодействий. Как, где он живет, кого ест, кто его ест, с кем он конкурирует за еду. Это такое его положение, которое может меняться в разных экосистемах, но в данной конкретной экосистеме у него всегда такое положение. Как бы он встроен в эту нишу насовсем. Так вот, о такой же встроенности можно говорить и по отношению к пневмотосфере. Потому что можно говорить о пневмотонише. Потому что каждый человек, производя определенную духовную работу, формирует свое место в пневмотосфере. И это место есть результат его миссии. Выполняя свою миссию, он попадает в это место пневмотосферы. В пневмотосфере. Это место, так же, как для вида в экосистеме не может быть никем занято. Она принадлежит только этому человеку. Это его место. Его нельзя купить за деньги, за связи. Это место, как результат его духовной работы. Но если в природе экологическая ниша дается по природе, то есть ты рождаешься, и тебе положено это, то духовная ниша человека достигается огромным трудом. Это результат его миссии на земле, результат его прожитой жизни, его целей, как писали изихасты, результат его телоса. К чему я вас призываю в конце этого культурного всего? Я обращаюсь к каждому человеку и говорю о том, что современные инволюционные тенденции произвели на свет преобладающую агрессивно-потребительскую структуру личности, которая не хочет духовно развиваться. Она не следует своему духовному предназначению, никуда не устремлена. Ее дух обеднен. Причем, как следует из вот этой концепции пневмотосферы, обедненный дух человека обедняет ноосферу, обедняет биосферу и разрушает природу. То есть не экологическая ситуация виновата в том, что мы дальше жить не будем. виноват сам человек в том, что он произвел такую ситуацию в биосфере, которая называется глобальным экологическим кризисом. Личность, которая сама себя упрощает, ведет к кризису все. Природу, жизнь, человечество, вообще все. КОНЕЦ.